Привет! Очень рада с тобой записывать интервью, потому что все то, что ты рассказываешь, все то, о чем ты говоришь, это всегда очень ценная и полезная информация. И первый вопрос для тебя. Я знаю, что ты помогаешь людям разыскать их предназначение. Расскажи, пожалуйста, как ты это делаешь и какие существуют способы поиска своего предназначения, своего любимого дела? Кира, привет! Очень рада тебя слышать. Большое спасибо, что пригласила меня на свое интервью. Мне очень приятно. Меня зовут Дана Сатори, я ведический астролог и также занимаюсь женской психологией. Я занимаюсь астрологией с 2009 года и помогаю людям находить их предназначение через составление гороскопа. На нас влияет 9 планет основных и также знаки Зодиака, созвездия. Соединение всех этих вещей дает уникальный рисунок судьбы, по которым можно понять, чем лучше заниматься человеку, какое у него предназначение. планеты. Эти планеты, они отражают наш внутренний мир. То есть это не то, что что-то оторванное от вас самих, это то, что есть внутри вас. И на самом деле то, чем человеку больше всего нравится заниматься, то, чем он занимается в свободное время, что он больше всего смотрит на ютубе, что он чаще всего обсуждается со своими друзьями, это на самом деле есть его предназначение, то, к чему его больше всего тянет и планеты это показывают, отражают в его гороскопе. Моя задача просто увидеть это и вместе с человеком прийти к тому, что стоит этим заниматься, раскрыть его вот эти таланты. Дана, расскажи, пожалуйста, о примерах людей, с кем ты уже провела консультацию по поиску предназначения и как поменялась жизнь людей, когда они начали применять это в своей жизни и пошли по пути своего предназначения. Когда люди ко мне записываются на консультацию по работе и предназначению, я выделяю несколько сфер для развития. сферы, которые принесут удовлетворение и материальное вознаграждение. И обычно эти сферы, они как-то откликаются в душе человека и мы вместе с ним выделяем, какая сфера может быть в его обстоятельствах более реальна, то есть что ему конкретно сейчас уже можно реализовывать. Также на консультации по работе и предназначению мы смотрим такие вопросы, как стоит ли делать карьеру, то есть какую-то официальную карьеру идти на работу, устраиваться в офис или лучше работать на себя. Если работать на себя, то с кем? То есть стоит ли начинать дело с друзьями? Стоит ли делить дело в партнерстве, то есть какое-то партнерское дело? Потому что в некоторых случаях партнеры, и именно партнеры, они не дают развиваться бизнесу. То есть они как бы может быть очень хотят, но по факту они не готовы вкладывать свою энергию и из бизнеса вытягивают какие-то лишние средства и силы. Также на консультации по работе и предназначению мы смотрим, принесет ли это дело удовлетворение именно душе, то есть насколько человек раскроется в этом деле, насколько раскроются его таланты, его какая-то творческая природа, будет ли он счастлив на этой работе. Помимо этого мы смотрим в каком месте лучше работать, то есть стоит ли оставаться на родине, либо лучше уехать подальше, стоит ли сотрудничать с иностранцами, стоит ли заниматься продажами или это больше какая-то лекторская деятельность, что-то в этом роде. Также мы смотрим стоит ли полагаться на инвесторов, насколько инвесторы могут быть порядочными людьми, или они тоже какую-то имеют свою хитрость, какую-то корысть, как-то опять же хотят использовать человека и либо ему нужно полностью работать на себя и быть абсолютно самостоятельным. Стоит ли заниматься аккредитованием, инвестированием, насколько эти сферы жизни человека принесут ему успех или от них наоборот стоит отстраниться. Ну, в общем, это очень подробный такой анализ детальный по работе и предназначению. И, конечно, с течением времени мне люди пишут письма, что они попробовали, у них получилось и они очень-очень довольны. И когда я получаю такие письма, я, конечно, счастлива вместе с ними и я продолжаю свою деятельность с радостью, и меня это тоже очень сильно поддерживает. Спасибо всем, кто пишет такие отклики, кто занимается любимым делом, кто успешен, кто смелый. Благодарю вас. Данна, как ты считаешь, что произойдет, что будет, если человек двигается не в том направлении, которое предназначено ему судьбой? То есть он выбрал какой-то иной путь и занимается своим нелюбимым делом. В понятие предназначения ведическая культура вкладывает нечто большее, чем просто работа. Предназначение – это отношение человека с окружающим миром, с окружающими людьми. И в предназначение входит понятие дхарма. На санскрите – это исполнение своих обязанностей правильное. Когда человек находится на своем месте, он создает что-то позитивное, и он тем самым прогрессирует в жизни, и он помогает другим людям. И таким образом это гармоничное существование человека. Когда же он находится не на своем месте просто ради выгоды или потому, что так сложились обстоятельства, он неосознанно занимается своей деятельностью, то, конечно же, как следствие начинает страдать, накапливается стресс. И этот стресс, он выливается в плохих взаимоотношениях с семьей. То есть растет внутренняя какая-то напряженность, агрессия, конфликты с близкими людьми. Человек начинает употреблять интоксикации. И, в принципе, ему сложно быть здоровым, успешным, счастливым человеком. Поэтому нет, наверное, ничего хуже прийти к врачу, который не любит своих пациентов, прийти к юристу, который ненавидит бумажки. То есть каждый человек, он должен, конечно же, любить свое дело, вкладывать в него сердце, любить своих пациентов, клиентов, все-все, что он делает. Наверное, это первый постулат успешных людей, именно любить то, чем ты занимаешься. Потому что, когда ты любишь, ты можешь в это вкладываться. А когда ты не любишь, ты делаешь это из напряжения, и оно получается каким-то немного некрасивым, неправильным. Вот. Ну и все-таки работа, она занимает 90% времени. К работе мы готовимся практически с самого детства. То есть мы учимся в школе, мы поступаем в институт, учимся в институте пять лет. Потом мы работаем всю жизнь с утра до вечера на этой работе. И это, конечно же, очень важно. И даже человек, который работает на себя, он все равно очень много думает о своей работе, о том, как ее правильно выполнять, как быть эффективным. И, конечно же, это очень важно, именно заниматься любимым делом. Так что будьте посмелее, занимайтесь любимыми делами. Дана, а как тебе самой удалось найти свое предназначение, и какие были чувства внутри, что ты почувствовала, когда его отыскала? Я искала себя тоже нелегко, поскольку я жила в таком непростом городе, как Москва. И я сама снимала квартиру и обеспечила свои нужды. Мне приходилось много работать на разных работах. Ну, сначала это был и курьер, и промотор, и продавец, и офис-менеджер, секретарь. Я попробовала себя в разных таких сферах деятельности. И мне показалось, что в жизни очень важна стабильность, и поэтому я попала в юридический институт, Московскую государственную юридическую академию. И мне казалось, что эта профессия, она даст мне стабильность в жизни. На тот момент для меня это было важно, потому что было много нестабильности. Но потом, с течением времени, пока я училась в институте, я поняла, что все-таки в жизни самое важное – это найти себя, а не найти стабильность. То есть не туда немножко мы смотрим при выборе профессии. И я заинтересовалась индийской культурой, как такой древней культурой, которая делает жизнь человека гармоничным. И меня интересовала тогда йога, аюрведа, ведическая кулинария и в том числе ведическая или индийская астрология. Больше всего, конечно, меня заинтересовала астрология, потому что с помощью гороскопа можно раскрыть такие интересные сферы жизни человека, как опять же работа, семейная жизнь, отношения с детьми, отношения с родителями, какие-то особенности характера. Мне это очень сильно, конечно, завлекло, заинтересовало. Я стала просто как одержимая с утра до вечера искать книги, собирать их, читать, перечитывать, собирать техники. И все это меня очень-очень сильно увлекло и настолько, что я погрузилась в это. И действительно в какой-то момент я поняла, что я хочу консультировать и быть именно ведическим астрологом и помогать людям с меньшими потерями искать себя и делать жизнь свою более эффективной, лучше себя понимать, лучше раскрывать себя. И до сих пор действительно для меня, наверное, самый лучший отдых – это найти какую-то интересную книгу по индийской астрологии, почитать ее. Мне интересно ее читать утром, днем, вечером, на отдыхе, в праздники. То есть я не устаю от астрологии. И я так понимаю, что это мне подходит. Больше всего в астрологии меня, конечно, интересует момент помощи людям. То есть не сама предсказательная такая техника, а то, что может действительно человеку облегчить его какие-то страдания и сделать его жизнь более эффективной. И я, конечно же, ушла, бросила свой институт. И я решила, что юристом я не буду. И вот пошла смело по этому пути. И о чем не жалею ни одной минутки. Ну и напоследок, Дана, расскажи, пожалуйста, о твоих рекомендациях зрителям, читателям о том, как же найти и как же отыскать свое предназначение. Я бы хотела всем пожелать слушать самого себя, слушать свою интуицию, быть наблюдательным по отношению к себе. И просто смотрите, что вам больше нравится. Что вас интересовало с самого детства. Что вы чаще всего включаете на YouTube. Какие вы больше всего смотрите передачи. какие темы вы обсуждаете с друзьями. Проследите, что в этом повторяется. И не отрицайте это, если вам это действительно нравится. Не думайте, что это как-то не интересно, не важно, не нужно человеку. Просто следуйте своему сердцу, своему зову, своей интуиции. Это и есть самые лучшие планеты в вашем гороскопе, которые указывают на этот талант. То, что больше всего нравится, в чем есть страсть, это и есть ваше предназначение, ваша работа. Также есть несколько техник, как еще можно найти себя. Например, можно представить себя на необитаемом острове, где вам не нужна карьера, работа, одежда, образование, социальный статус. Чем вы займетесь? Вот представьте, что вам можно все. У вас есть все. Вам не нужно обеспечивать никакие потребности. Что у вас завлечет в этот момент больше всего? Чем вы будете заниматься, когда вам не нужно будет делать ничего? У вас не будет никаких обязательств. Вот. И помедитируйте таким образом, и вы сможете даже сами найти ответ на свой вопрос, если вы будете с собой честными. Второй момент. Очень важно не общаться с людьми, которые в вас не верят, которые занижают ваши способности, которые вас ограничивают своими собственными стереотипами. И находите людей, которые достигли того, чего хотите достичь вы. Это очень важно. Потому что люди, они формируют наше мышление. Очень важно общаться с успешными людьми, счастливыми людьми, гармоничными людьми. И третий момент. Не ленитесь. То есть даже в любимом деле нужно выходить за рамки своего комфорта. И нужно работать. Нужна дисциплина. Нужна решительность. И нужно себя организовывать. И, конечно, составить себе какие-то отметки, цели и достигать их. Так, уверенности в себе, веры в себя, любви к себе. И всего самого лучшего. До новых встреч. Кира, спасибо за замечательное интервью. Всем пока-пока. С вами была Дана, Визический Астролог. Дана, благодарю тебя в очередной раз за твои бесценные советы, за ту информацию, которой ты щедро делишься с зрителями, читателями. Спасибо тебе огромное. До новых встреч.